Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Джорджев Стала. Вельгийский художник и художественный педагог. Известен своими античными сценами, выполненными в классическом и академическом стиле, восходящим к французским моделям Луи Давида. Родился 19 марта 1825 года в Мертхеме, небольшом городке во фламандской язычной части Брабан. Хотя отец был торговцем, он очень интересовался литературой и драматургией. При поддержке отца, его любимым чтением в возрасте 12 лет были переводы Вергиля и Библии на голландском языке. Его дед по отцовской линии был фламандским поэтом, а его брат Чарльз Сталарт стал писателем на фламандском языке. Семья переехала в 1838 году в Брюссель. В возрасте 15 лет он поступил на работу в торговую фирму, где зарабатывал 100 франков в месяц. Человек, у которого он учился, был дядя пейзажиста Эдмона де Шамфеллера, который обнаружил художественные амбиции Сталера. Шамфеллер устроил его брать уроки в мастерской Франсуа Жозефа Навеза, бельгийского художника-неоклассициста, который учился у Луи Давида и был известен своими портретами и жанровыми сценами. В 1839 году поступил в Королевскую академию изящных искусств Брюсселя, а в 1841 официально стал учеником Навеза, у которого проучился около пяти лет. В 1847 году выиграл приз де Рома, стипендию для студентов-искусствоведов, которая позволила ему поехать учиться в Рим. Совершил традиционную поездку через Францию, но французская революция 1848 года помешала ему остаться в Париже. В Риме он познакомился с Александром Кабанелем, испытал влияние Рафаэля. Оставался в Италии до 1852 года, по 1852 стал директором Академии изящных искусств в Турине. Его наставник Навез оказал некоторое влияние, чтобы получить для него контракт на написание картины для Бруссельской ратуши. Он написал средневековую картину на тему смертью Эверарда Эрклесса в 1854 году. Женился на Луизе Генриетте Дель Брюер в 1856 году в Турине. Получил золотую медаль на Бруссельском салоне в 1860 году. В 1865 был выбран первым преподавателем рисования с натуры Королевской академии изящных искусств Бруссель. В течение следующих 30 лет занимал несколько важных должностей Бруссельской академии. В 1881 году получил звание офицер ордена Леопольда. В 1895 после смерти Жана Франсуа Партаэля он стал исполняющим обязанности директора Королевской академии изящных искусств Бруссель, затем директором. Согласно постановлению городского совета, установившему возраст обязательного выхода на пенсию в 70 лет, Бросил школу и получил пенсию в 1900 году. Умер 24 ноября 1903 года в Бельгии. Вот так немного из переводной википедии о бельгийском художнике, художественном педагоде Джозеф Сталла. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Продолжение следует...